Группа ученых Казанского федерального университета создала наночастицы, которые благодаря своим малым размерам способны проникать в клетки человека и способствовать адресной доставке лекарств. Цель адресной доставки – это чтобы фармацевтический активный компонент пришел именно туда, где он нужен, чтобы он не осел в печени, чтобы не отравил организм. Исследователи в результате различных комбинаций из двух составляющих, а именно полимолочной кислоты и теокалексоренов, получили новое вещество – наночастицы, размером 100 нанометров, что является основным результатом исследований. Теокалексорены – это чешеобразные молекулы, с помощью которых мы пытаемся задать определенную структуру молочной кислоте и, кроме того, меняем баланс ее гидрофильно-гидрофобный, то есть способности к растворению в воде. В исследованиях также принимали участие специалисты Института органической и физической химии имени Арбузова Казанского научного центра Российской академии наук, коллеги из Московского института синтетических полимерных материалов. Дальнейшее развитие полимолочной кислоты – это использование ее при распечатке тест-систем, которые разрабатывают сотрудники кафедры аналитической химии ГФУ. Тест-система позволяет анализировать наличие в человеческой крови или моче определенных компонентов. Второе направление – это загрузка лекарств в получившееся вещество – наночастицы. Если посмотреть состав лекарств, полимерная кислота обычно часто применяется в качестве наполнителя. Это не само лекарство, а вспомогательный компонент, который перемешан с ним и помогает постепенно высвобождаться в организме, не нанося вреда естественным путем. Также у нас дополнительно есть группа аналитиков, которые также исследуют полученные продукты. Они, естественно, исследуют другими методами, но можно сказать, что на основе наших соединений получены сенсоры, связывающие дофамин, трептофан. Алсу Сатарова, Александр Юдин, Универ Ньюс.